Тех, кто волей судьбы побывал в Афганистане, вспоминают 15 февраля. Именно в этот день были выведены последние военные части советской армии из сопредельного государства. Мы побывали на торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В день годовщины вывода советских войск из Афганистана в городском Доме культуры собрались участники локальных войн. Представители общественных организаций, школьники и студенты, чтобы почтить память земляков, погибших в Афганистане, Египте, Анголе, Вьетнаме, Алжире и других горячих точках мира. Обращаясь к собравшимся, заместитель главы района Сергей Позняков выразил признательность родителям павших воинов. На вашу долю выпали нелёгкие испытания. Ваши сыновья и близкие люди не думали о почестях и наградах, выполняли свой воинский долг, пережив страшную потерю, вы не сломились, смогли выстоять своим душевным теплом, делились с теми, кто в этом нуждается, кому сегодня нужна помощь и поддержка. Сегодня долг подрастающего поколения, а также каждого из нас – не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Долг – чтить тех, кому удалось выжить, показав пример бесстрашия, величайшие силы духа и боевого мастерства. С особой ответственностью эту миссию выполняет Славинское районное отделение Союза ветеранов Афганистана и локальных войн, которое возглавляет Виктор Коробецкий. «Наше общество организовано очень давно. Сначала у нас был просто клуб, потом новая организация, потом вот, наконец, преобразились просто в нынешнее. Значит, входят в него, значит, афганцы, как мы говорим, чеченцы, участники боев на острове Даманский, в Эфиопии. То есть, все, которые были в своё время в локальных войнах Советского Союза, мы принимаем и мы общаемся со всеми». 15 тысяч убитых, около 50 тысяч раненых и искалеченных – такова официальная статистика того страшного конфликта. 174 славянца служили в Афганистане. Среди тысяч погибших на чужбине есть и наши земляки. В этот памятный день право первыми возложить венки и цветы к мемориалу павших воинов предоставили юным казакам из школы номер 16 имени Героя России – гвардии майора Сергея Таранца. За ними в парк «40 лет победы» к стеле с именами героев возложили цветы все участники мероприятия. Память о совсем юных мальчишках, которые полегли на каменистой афганской земле, будет вечной. Надежда Калинина, Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События».